Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири. И сегодня мы будем читать с Божьей помощью 147-й Псалом. В православной толковой Библии об этом Псалме говорится Стихи 2-й и 3-й ясно указывают, что Псалом написан по поводу восстановления Иерусалима По возвращении из плена, когда уже были поставлены городские ворота То есть заканчивалось его построение И когда полевые работы евреев окупались обильными жертвами Образ Иерусалима, как я часто напоминаю, это образ именно церкви И после страшных гонений обычно Господь дает церкви времена свободы Для того, чтобы можно было бы отстроить храмы, прийти в себя И организовать миссию проповеди Евангелия по отношению к заблудшим Да и к самим прошлым гонителям нашим В греческой Септуагенте этот Псалом имеет надписание Аллилуйя, Агея и Захария Я уже объяснял, что добавление имен этих пророков Как бы отчасти связывает этих пророков с авторством этого Псалма Темы которого, образы, словосочетания, конечно же, берутся из слов самого царя Давида По имени Господи царя Давида и всю кротость его Псалом небольшой, всего 9 стихов Такое же надписание по церковно-славянски, которое всегда следует за Септуагентой И, собственно говоря, в еврейском, то есть в Масоре Здесь надписание, оно более лаконично Просто Аллилуйя, то есть восхвалите Господа И нету ссылки на пророков Агеи и Захарию Но мы следуем в основном за Септуагентой Как основанием для православного видения библейского текста То, как этот текст отразился в церковно-славянском Но смотрим и, возможно, еврейское прочтение Если у нас возникают какие-то вопросы Итак, сам Псалом Восхвали Иерусалим Господа Хвали Бога твоего Сион Кстати, слова Сион и Синод Как главный аппарат управления церкви Они синонимичны Как древний Сион был в башне Который оберегал весь Иерусалим Так и церковный Синод, как аппарат управления церкви Оберегает весь Иерусалим Народа Божия, то есть церкви Божией Поэтому в христианском прочтении Сион можно понимать и как Служение епископов в церкви И прежде всего служение патриарха Восхвали Иерусалим, то есть церковь Господа Хвали Бога твоего в Сионе, то есть в собрании епископов Ибо Он укрепил запоры ворот твоих Христос сказал Врата ада не одолеют церковь Благословил сынов твоих среди тебя То есть Господь оберегает народ свой Мир утверждает в пределах твоих Что значит в пределах твоих? То есть мы не должны выходить за догматические пределы За канонические пределы Оберегая их, потому что они удаляют нас от зловерия И от нарушения заповедей Божьих Мир утверждает в пределах твоих И лучшую пшеницей насыщает тебя Лучшая пшеница – это образ слов Божия Как сказано, не хлебом единым будет жив человек Но всяким словом, исходящим из уст Божьих То есть лучшая пшеница – это отборная пшеница То есть отборные комментарии Необходимые для понимания слова Божия Для его правильного прочтения Исследования, изучения Посылает слово свое на землю Скоро течет слово его Кто посылает слово свое на землю? Бог Отец, который сотворил мир словом Логосом То есть сыном своим В какой-то момент он посылает сына своего на землю Как сказано Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал сына своего единородного Дабы всякий верующий в него не погиб Но имел бы жизнь вечную А о сыне Божьем и сказано И слово стало плотью И обитало с нами полной благодати истины Посылает слово свое на землю Скоро течет слово его Что значит течет слово его? Апостолы, как реки, разлили это слово по всему миру Наполнив словами Евангелие всю Экумену То есть весь мир Расстилает по земле снег, как волну Туман, как пепел, рассыпает Снег, как волну Здесь некая аллюзия возникает Со словами Исаии Если грехи ваши будут, как багряны Как снег убелю Как пурпур очищу То есть растилает по земле снег То есть убеляет землю Как снег Очищает землю от всего греховного От всего наносного Особенно первый снег Когда неожиданно он выпадает на землю Он скрывает всю грязь, весь мусор И белое пространство Как бы очищенное пространство Как бы окрашенное в белизну Это образ Божьего прощения Очищающего нас И далее мы читаем Низвергает лед свой, как куски хлеба Лед свой, как куски хлеба Лед – это град Пред холодом его Кто устоит? На самом деле Снег, град, холод Это необычное явление для Палестины Но такое случается Например, в этом году Мне показывали фотографии Иерусалим весь покрыт белым снегом И как люди радуются Вот этой белизне И Господь Он как бы вот Предлагает нам эти образы Распознаваемые, как необычные Для того, чтобы мы задумались О тех чудесах Нравственных и моральных Которые он производит В деле возрождения наших дух Отводя нас от зоны греха И приближая нас к стезям праведности То есть то, что называется Духовное перерождение Или возрождение Или рождение свыше Пошлет слово свое И растопит все Подует дуновение его И потекут воды То есть если слишком холодно будет То как солнце Согревает землю Особенно когда люди уже устали От снега От холода Это обычно происходит В конец земли Когда снег не такой белый Под конец зимы Он грязный становится И под лучами солнца Он тает И земля пробуждается Зелень появляется Обновление природы Пошлет слово свое И растопит Все подует дуновение То есть теплое дуновение По Юнгерову здесь вероятно Разумеется юго-западный С моря дождливый ветер Так называемый лиф Это считается теплый ветер Подует дуновение его И потекут воды Возвещает слово свое Иакову То есть Иаков Мы уже знаем значение Твоего имени То есть любящему Ближних И любящему Богу Бог возвещает слово свое Уставы и суды Свои Израилю То есть всем Так как имя Израиль Двойственный смысл имеет Как положительный Так и отрицательный То есть уставы и суды Господь возвещает И верным ему И неверным Не сделал он сего Ни одному еще народу И судов своих Не явил им Почему? И в Новом Завете Сказано Суду Божию Начаться С народа Божия То есть как и апостол Павел Павел пишет В послании к римлянам Слава, честь И благословение От Бога Сначала иудеям Потом еленам И наказание И гнев Божий Над всеми народами Сначала иудею Потом еленам Так как для нас Иерусалим И народ Божий В теперешнем Христианском понимании Прочтение Это народ христианский Действительно Суды Божии Начинаются С народа Божия И Господь Очищает нас Своими праведными судами Чтобы даровать нам Совершенство И как часто я объясняю Со своих избранных Господь Спрашивает Значительно строже Чем с обычных людей Как и сказано В Писании Кому сколько дано С того столько И спросится Продолжение следует... Продолжение следует...